Здравствуйте! С вами Наталья Титова и каталог полезных покупок Страна Советов. В ближайшие полчаса мы докажем вам, что можно преобразиться своими силами. Без сложных стрижек и окрашиваний мы создадим новый образ для еще одной героини нашей программы, а также направим вас на дороге шоппинга. Итак, вот что ждет нас в этом выпуске. Научимся знакомиться с родителями своей второй половинки, узнаем, как обрести фигуру мечты, как у Юры Асташова, и барабанная дробь возвращения легендарных уроков пикапа. Начать с нового года практически новую жизнь многие мечтают, а вот наша героиня Маша на это и решилась. Давайте с ней познакомимся поближе. Сегодня мы преображаем Марию. 25 лет. Не так давно Маша добилась повышения на работе и стала занимать руководящую должность. Но, испытав это на себе, поняла, что больше хочет заниматься своим делом. Сейчас Маша начинающий предприниматель. Она очень хочет найти образ, который соответствовал бы ее новой роли. Итак, Маша, давай начнем с первого традиционного вопроса. Почему решила оставить заявку и почему решила поучаствовать в Стране Совета? Ну, мне интересно посмотреть на себя с другой стороны. Ну, как-то измениться. Ну, и так как меня все-таки род занятий, да, хочется выглядеть более по-деловому, более женственно. А как сейчас можно описать твой стиль и какие вещи чаще всего встречаются в твоем гардеробе? Ну, это, знаете, такая студентка. Я 18-20 лет. Это в основном брюки, джинсы, ну, какие-то простые кофточки, футболки, то есть ничего особенного. Минимум платьев и юбок, хотя хочется, конечно, это все носить. Ну, и давай финальный вопрос. Какой тебе себя сегодня хочется увидеть? Хочется образ такой стильной бизнес-леди. Деловой, крутой, ну, и эффектный. Сегодня мы постараемся помочь Маше найти тот самый новый образ для новой жизни. Ну, а пока начнем год с нескольких полезных советов. Субтитры сделал DimaTorzok Хаю-хай, ловеласы! Ну что, сегодня, как всегда, мы с вами заудим на самые остренькие блесна мясистых королев. Готовы? Ну, тогда двигайтесь за мной. Помните, любая синичка точно залетит к вам в гнездышко, если вы станете к ней на коленке, а не без ума от этого. Доброе утро. Я встал перед вами на коленку. Можно вас обнять? Пожалуйста! Пожалуйста. Вот, видите? Очень просто. Она моя. Начнем мы преображение Маши с подбора новой одежды. По правилам программы мы создадим для нее шесть образов. Три она сама для себя, еще три для нее, один из наших фэшн-экспертов. После остальные оценят собранные комплекты и выберут то, в чем Маша предстанет перед нами в самом конце программы. Итак, наш шопинг к вашему вниманию. Платье, наверное, всегда должно быть в гардеробе. Кардиганы мне всегда нравились. Тепло и такое уютное. Юбок у меня, конечно, крайне мало в гардеробе. У них в основном выбирал муж. Думаю, можно что-нибудь попробовать вот так. Сегодня образы для героини программы создает Елизавета Машонкина, руководитель студии моделей, обладательница титула «Российская красавица» Приволжского федерального округа, а также участница различных конкурсов красоты. Сегодня у нас потрясающая героиня Мария. Я думаю, что для нее мы сегодня подберем что-то яркое. Обязательно это должно быть платье. И я знаю, что Мария у нас начинающий предприниматель. Она начинает новую жизнь, новую карьеру. Поэтому выберем ей пару деловых образов и пару образов на выход. Красный цвет. Я думаю, что Мария очень подойдет, так как она девушка яркая, ей нужно обязательно выделяться. Благодарим за помощь в проведении съемок магазин модной женской одежды «Манго». На чем же мы остановили свой выбор, увидим чуть позже. Но пока еще немного отдохнем. Все-таки сразу вливаться в работу после таких долгих выходных чуточку вредно. Несколько развлечений вам в нашей афише. Думаю, посетить интерактивную выставку мало кто откажется. Ведь как это приятно не просто смотреть на экспонаты, но и самому быть частью экспозиции. Выставка «Живая механика» Леонардо да Винчи раскроет тайны гениальных изобретений ученого. Механизмы и технические разработки гения воссозданы по чертежам и записям из кодексов Леонардо. Вы на своем примере сможете все испытать. Любителям с головой погрузиться в мир искусства понравится выставка кировского художника Василия Кононова-Гредина. Она проходит в галерее прогресса. Здесь самые важные и сложные человеческие чувства представлены на огромных полотнах. Также вы можете совершить захватывающее путешествие к Северному полюсу вместе с командой российских юношей и девушек, в числе которых и кировские ребята. Сделать это реально на фотовыставке «Вызов Северному полюсу» экспозиция представлена на площади у Вятской филармонии. Необычная выставка истории русской открытки приглашает вспомнить прошлое или узнать что-то новое. Экспозиция выставки разнообразна и включает в себя несколько залов, в которых почтовые карточки разбиты по темам. Здесь представлены открытки, рассказывающие о произведениях Пушкина и Айвазовского, праздничных датах в истории страны, начиная от царской России и заканчивая советской эпохой. А тех, кто хочет и сам поучаствовать в создании предметов искусства, приглашает творческая мастерская. Занятие живописью для тех, у кого есть пусть и небольшой, но художественный опыт. Вы сможете попробовать различные живописные техники. Гуашь, пастель, акварель, акрил, масло. А также попрактиковаться в различных жанрах. Натюрморт, пейзаж, ботаническая иллюстрация, декоративная живопись. Театралам тоже есть чем заняться. В драматическом театре для вас спектакли «Белые ночи» и «Поздняя любовь», «Медведь» и «Красное черное». В театре кукол вас и ваших детей ждет сказка о потерянном времени. А театр нас с Паской приготовил для своих зрителей спектакли «Полет на Марс», «Снежная королева» и «Волшебное колечко». Сегодня образы героини программы оценивают. Алена Веснушкина – фотограф. Постоянно радует своих подписчиков яркими фотографиями, необычным взглядом на мир и любит, чтобы все вокруг было идеально. Анна Новокшонова – главный редактор каталога покупок «Семья». Практически каждый день сталкивается с глянцевыми снимками и фотосессиями. Аня следит за модой и в курсе самых актуальных тенденций. Мы начинаем нашу примерку и для начала увидим три образа, которые выбрала для себя сама Маша. Вроде бы на первый взгляд все хорошо, да. Это водолазка, что сейчас модно. Юбка-карандаш. Но это точно не образ для этой девушки, потому что с ее формами нужно быть очень аккуратно. Немножко ее делают грузной. Возможно, просто нашей модели не стоит выбирать такой фасон. Также я бы убрала этот пояс, ремень. Думаю, что здесь не стоит так сильно подчеркивать талию. Ремень делает акцент на живот. Я думаю, что живот этой девушки не самое место, куда бы она хотела, чтобы смотрели все окружающие. И, наверное, водолазка. Горловина очень высокая, и от этого лицо кажется еще тяжелее. И верх определенно должен быть черным. Это мое мнение. Сапоги я бы заменила на полуботинки, либо туфли. Тоже образ был бы более гармоничный. Образ светлый, очень легкий. Кардиган чуть большего размера всегда добавляет расслабленности. Это очень хорошо, очень приятно. Он этот образ просто собирает. Без него было бы скучно. Брюки 7,8 тоже очень все модно. Брюки сидят, мне нравятся. Они подчеркивают достоинство ее ног и фигуры. Единственное, что мне здесь нравится, это длина блузки. Она очень коротка. Самое широкое это место у нее бедра, и она делает сразу акцент. Здесь либо нужно заправлять, и талия должна быть повыше, либо, соответственно, у нас блузка должна быть чуть ниже линии бедер, чтобы скрадывать это все и вытягивать силуэт. Блузка немножко слишком свободная и не хватает аксессуаров. Может быть, даже не бижутерия, а какой-нибудь шарф. Мой самый любимый образ. Любая девушка считает, что если ты хочешь кому-то угодить, нужно одеть белый верх, черный низ. И ты прям вообще попала в классику. Как у Шанель. Ну, на самом деле, это очень скучный образ. Ну, как работник банка. Я думаю, что Мария у нас яркая девушка, ей нужно было что-то более элегантное, более яркое. Это платье? Ну, если это платье, то тогда, соответственно, сюда нужен какой-то жакет, прикрывающий руки, и делающий этот образ более сложным. Сейчас очень модно, без рукавов. Либо какой-нибудь классический пиджак здесь тоже очень подойдет, и сделает этот образ деловым. Впереди у нас еще три комплекта, ну, а следующие несколько минут посвятим кинопремьерам. Бен Аффлек снова сел в режиссерское кресло. Его новая работа «Закон ночи» — это история времен сухого закона в Америке. Главный герой, естественно, в исполнении Бена Аффлека попадает в неприятную криминальную историю. Мы делаем, что хотим, и там, где хотим. Где деньги? Я не хочу быть гангстером. Я уже давно колец не целовал. Уже не важно, чего ты хочешь. Ты увяз по полной. Я понял. Нарушение чужих правил не имеет ничего общего со свободой. Нужно быть достаточно сильным, чтобы создавать свои. Теперь ты понял, что жесток настолько, насколько нужно. В следующем фильме мы посмотрим на противоборство двух мужчин одной женщины. Ее любимого отца и ее любимого мужчины. Естественно, отец — это человек старой закалки, а возлюбленный — это молодой и безалаберный пацан. Кого же она выберет? Этот парень — настоящее наказание для отца. Мне так хочется тебя обнять. Доброй ночи. Не въезжай, че он взъелся? Я самый обычный парень. У меня для вас сюрприз. Та-да! Это наша рождественская открытка? Для семейства! Тут написано «Счастливого Рождества». Счастливого Рождества? Да. Крандец! Татушник понял меня буквально. Ну что, так и помру. На Рождество я собираюсь сделать Стефе предложение. Ты дашь свое благословение? Да? Нет. Мне нужна пара дней, не больше. И к утру Рождества ты будешь звать меня сын, а я тебя папа. Можешь даже не мечтать. Еще посмотрим, пап. Уж точно нет. Пап, прекрати. Хватит. Батя, нет. Да перестань же ты. Папуль, ну чего ты? Стеф, ты могла выбрать любого. Почему Лейерт? Потому что я с ним счастлива. Он своими щупальцами скоро всех нас передушит. Я прикончу это восьминога. Бум! Шакалакалака! Ты же не расскажешь Стефане о предложении, да? Это дрон? Лейерт шпионит за нами. Что? Пошел прочь, негодяй! Напопал! Охренели! Эти и другие фильмы уже идут в кинотеатрах нашего города. Успейте посмотреть. Во второй части «Страны советов». Все, что нажито непосильным трудом за новогодние праздники, будем убирать. О здоровье тоже позаботимся и увидим, как преобразится героиня сегодняшней программы. Сегодня мы преображаем Марию. 25 лет. Не так давно Маша добилась повышения на работе и стала занимать руководящую должность. Но, испытав это на себе, поняла, что больше хочет заниматься своим делом. Сейчас Маша начинающий предприниматель. Она очень хочет найти образ, который соответствовал бы ее новой роли. Напомню, что по правилам программы мы подобрали для Маши шесть образов. Три она сама, для себя еще три, для нее один из наших фэшн-экспертов. Комплекты Маши мы уже видели, теперь пришло время продолжить примерку. Ого-го, пальто. Очень яркое и притягивающее взгляд пальто. Девушка, выбирающая красное пальто, должна быть очень уверена в себе. Мне кажется, любая мечтает хоть раз в жизни такое пальто одеть, выйти, чтобы все ее увидели, потому что незамеченная она точно не останется. У него приятная текстура, она стильная, модная сейчас в тренде. Но кажется, что немножечко Мария не уверена в нем себя чувствует. Это что-то для нее слишком новое. Все остальные детали, сумка, обувь, платье, они просто его дополняют. Потому что главная роль здесь у пальто, и смотришь только на него. Мне очень нравится обувь. Гораздо интереснее смотрится на Марии, чем сапоги. Классное зеленое пальто, такое фактурное. А на этот раз на пуговицах это плюс. Даже потому, как двигается Мария в нем, мне кажется, ей комфортно, ей очень нравится. И оно ей больше подходит, чем очень яркий красный цвет. Это образ, который выгодно отличается от всех остальных. По одной простой причине, что он очень сложный. Он сборный, куча деталей, куча акцентов. Очень приятное сочетание цветов. Морская волна, глубокий синий. Кажел образ, но точно так же подходит и для деловых встреч. По сути рубашка, да, у нас светлая здесь, но ее не видно. Видна только часть полы, часть манжеты и часть воротника. Но как освежает этот образ, делает его более нарядным и парадичным. Без этой рубашки он был достаточно скучный и серый. Рюкзак. Отлично дополняет рюкзак. Плюс мне нравятся модные ботинки, удобные ботинки, особенно для нашей погоды. В общем-то, очень красиво и гармонично смотрится. Мне нравится. Платье такого спокойного, болотного цвета. Очень образ природный, очень натуральные краски, замша, мягкие ткани, без блеска, без ничего. То есть он очень естественный. Очень приятное ощущение от девушки, если мы говорим про цвет волос, который сейчас у нашей героини. Он очень гармонизирует и с ним, и ей он очень идет, то есть к ее природной красоте, такой достаточно русской, стандартной такой, такая матушка природа сама. Цвет очень красивый, но мне кажется, немножечко Марии не идет. Ей более подходит ярко-зеленый цвет, как на пальто. Интереснее смотрелся. Красивые замшевые сапоги до колена, еще были бы выше, было бы вообще идеально. Мне кажется, платье слишком свободное для нашей модели. Ей бы подошло что-то более элегантное по фигуре. Не с такой широкой юбкой и не с такими рукавами. Какой же из этих образов мы увидим на Маше в самом конце программы, чуть позже решат наши фэшн-эксперты. Мы же пока немного отдохнем от примерок и преображения и подумаем о своем здоровье. Тазобедренный сустав – самый крупный сустав нашего организма. Именно на него приходится основная нагрузка. Он соединяет бедренные кости с тазом и имеет вид шарнира. Шаровидная головка тазобедренной кости покрыта прочным и эластичным хрящом, который обеспечивает амортизацию и подвижность кости. Таким образом, он ее предохраняет от повреждений. Коксартроз или деформирующий артроз тазобедренного сустава – и это наиболее частое заболевание суставов. Развитие коксартроза основано прежде всего на изменении качества суставной жидкости, которая в этом случае становится вязкой и густой. Хрящ из прочной эластичной структуры превращается в сухую, тонкую и шероховатую поверхность. Как правило, это связано с нарушением питания хряща тазобедренного сустава. Условно, хрящ представляет собой пористую, пропитанную жидкостью губку, которая при давлении выделяет ее, а при ослаблении впитывает в себя. Выделяемая жидкость и является суставной, за счет которой происходит питание хряща. Травмы и переломы таза, малоподвижный образ жизни, чрезмерная нагрузка сустава приводят к неправильной циркуляции крови вокруг сустава. Как следствие, меняется качество суставной жидкости. Чем лучше циркулирует кровь вокруг сустава, тем больше питательных веществ поступает в сустав. Поэтому в комплексе лечебных мероприятий при коксартрозе назначается магнитотерапия. Действие Алмага-02 позволяет улучшить кровоснабжение в пораженном суставе, тем самым остановить процесс разрушения хряща и снять симптомы заболевания. Магнитное поле усиливает внутриклеточный обмен веществ и нормализует питание хрящевой ткани. Это позволяет остановить процесс разрушения хрящевой ткани и восстановить часть утраченных функций. Курс магнитотерапии при коксартрозе состоит из 15 процедур. По одной в день. Для сеанса используется основной излучатель аппарата, которым оборачиваем пораженный сустав. Первые 5 процедур делаем на программе 27, остальные 10 на программе 28. Применять Алмаг-02 можно также и в домашних условиях. Учитывая, что коксартроз носит хронический характер, существует необходимость в проведении повторных курсов. Для профилактики рецидивов курс лечения аппаратом Алмаг-02 проводят 2-3 раза в год. Успейте приобрести Алмаг-02 по цене прошлого года в магазине «Медтехника» по улице Комсомольская, 30. Образ героини программы сегодня завершает Александра Хитрина, парикмахер и визажист. Получала знания в мастерской визажа и прически. Обучалась в Академии Дениса Карташова на курсах «Коммерческий фэшн-макияж». Прошла курсы макияжа у Марии Ласточки, Барселона, Испания. Победительница конкурса «Формула красоты-2016» в номинации «Фулл фэшн лук». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока Саша заканчивает с прической и приступает к макияжу, мы приготовили для вас еще несколько полезных советов. Все внимание на следующую страницу. Многие попадали в такую ситуацию, когда необходимо добраться домой или в другую часть города. Общественный транспорт уже не ходит, а наличных средств на такси просто нет, но есть банковская карта. Так вот, теперь такая ситуация решается одним телефонным звонком. Можно ли у вас такси расплатиться банковской картой? Да, конечно. Куда подать машинку? А что мне? А вы на кайфа? Я хочу дать вычтите СМС-оповещение. До свидания. Спасибо, до свидания. Что ж, подождем? В нашем городе появился сервис, позволяющий расплачиваться за поездку пластиковой картой прямо в машине. В остальном все так же, как всегда. Вызов осуществляется по телефону, сумма поездки вам сообщается заранее, однако, если вы отклонились от маршрута или поехали дальше, система автоматически перерассчитает конечную сумму. А далее происходит магия. При помощи этого небольшого устройства проходит оплата по карте. Карта принимается как с чипом, так и без. При этом на экране вы видите электронный чек. По вашему желанию, он может быть отправлен вам на почту. После от вас требуется только подпись. Избавьте себя от долгой пешей прогулки под дождем или в мороз. Запишите в телефон номер 707-777, а в графе имя укажите «ЦДС» и расплачивайтесь банковской картой прямо в машине. Приятной поездки! Продолжение следует... Саша, я смотрю, что мы закончили. От чего же мы отталкивались в создании в завершении сегодняшнего образа? Наташ, ну так как у нас финальный образ – это образ в деловом стиле, я решила его разнообразить, несла нотку современности, если можно так сказать. Поэтому у нас с одной стороны такой достаточно гладкий хвост получился, зато с другой стороны, если ты увидишь, там есть такие косые в виде драконов, ну чтобы у нас получился такой очень гладкий бок. В макияже я добавила цвета, как я люблю, но сделала это по-иному, то есть у нас такая в карандашной технике зеленые, синие и даже немножко розоватые глаза получились. При близком рассмотрении это хорошо видно, ну и достаточно нежные губы. Совсем скоро мы увидим результат нашей работы, но пока узнаем, как же привести себя в порядок после праздников, не отрываясь от работы. Ох, слава богу, закончились праздники, зато остались праздничные килограммы. Еще бы, столько выходных, столько соблазнов, столько вкусняшек. О чем это я? Фух, главный вопрос-то этой рубрики, как быстро себя привести в форму после праздников. И не надо лезть в гугл, сейчас все покажу. Если все праздники вы провалялись дома или в гостях, то взяться за тело можно прямо в офисе. Гимнастика для тех, кто буквально горит на работе, это выход. И как пел Ванька Дорн, не надо стесняться. Практика показывает, что к таким телодвижениям могут присоединиться и прочие коллеги. Еще бы, ведь это весело, на некоторое время отвлекает от рабочих проблем, позволяет погонять по телу кровь, а вместе с этими кислород. И вообще, чтобы сжигать лишний жир, энергию необходимо тратить. Но помните, что одной тренировки, конечно же, будет мало. Вам нужно будет проявить верх самодисциплины и чудеса самоконтроля. Если мы говорим о тренировках, то нагрузка должна быть не слишком большой, но сами тренировки должны быть частыми. То же самое касается приемов пищи. Порции должны быть маленькими, но питаться нужно регулярно. Также не забывайте устраивать разгрузочные дни. Желудок и печень тоже нуждаются в отдыхе. Но помните, в разгрузочные дни вы теряете вес, потому что организм теряет жидкость. А вода нам очень нужна, благодаря ей ускоряется метаболизм. Придерживайтесь моих советов, и все у вас будет тип-топ. Наше преображение почти подошло к концу. Напомню, что по правилам программы мы подбирали для Маши шесть образов. Три она сама, для себя еще три, для нее один из наших фэшн-экспертов. Сейчас осталось выслушать только их финальное слово. Я выбираю образ номер пять. В первую очередь, потому что это классное пальто, рюкзак, ботинки, и Мария в нем очень крут. По ощущениям и видно по ее реакции, ей очень хорошо образ под номером пять. Ей в нем комфортно, она в нем себя ощущает, и ей он безумно идет, и хочется его рассматривать. И уж, если не мужчина, то точно все девушки будут оборачиваться и рассматривать, что же одеты на этой женщине. Возможно, образ не совсем деловой в общепринятом понимании, но на сегодняшний день он отлично подходит для современной бизнес-леди. Встречаем Машу в новом образе. Маша, еще один подарок тебе от нашей программы – украшение от магазина «Герцогиня». Помни о себе, не забывай, ходи чаще по магазинам, и я надеюсь, что все у тебя в жизни удастся в твоей такой, пусть и маленькой, но все-таки новой жизни. Все будет хорошо и с бизнесом, и с ощущением самой себя. Я, во-первых, хочу сказать спасибо большое вашей команде. Тот образ, который вы создали, он действительно интересный, он необычный для меня. Чему-то я от вас действительно научилась. А так все круто, огромное спасибо. Мне очень все понравилось. Если вы хотите оказаться на месте Маши, оставляйте заявку в специальной теме на странице страны Совета ВКонтакте. Встречаемся мы уже в следующий четверг в 20.15 на Первом городском канале. Включайте, смотрите, покупайте. Макияж ведущий, визажист Александра Хитрина. Телефон 47 45 95. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok